Невероятный талант требуется, чтобы сконструировать нечто необычное, но не меньший требуется для того, чтобы в обычном разглядеть что-то незаурядное. У иных получается, и тогда заброшенный кусок мрамора может превратиться, например, в нечто подобное. В часах тоже есть мастера, которые на самых обычных калибрах проектируют очень дерзкие часы. И вот три примера. Для начала, повторюсь, я покажу мистера Джонса, который нередко работает с китайскими калибрами. Фактически, это маленькие подвижные миниатюры, которые каждый раз рассказывают какую-то простенькую историю. Довольно сюжетные часы и довольно занятные. В циклических движениях увидеть что-то нетривиальное сложно, но авторам удается, и часы при этом не выглядят скучными и однообразными. От Китая к Японии, и благодаря калибру Miota 90S5, компания Phantasas являет нам вот такую необычную и неожиданную механику, с которой не сразу ты и разберешься. Название, заимствованное и завидие, вполне соответствует. Это словно увиденные во сне фантастические модели. Блуждающие часы нанесены на три четырехгранника, что в сумме логично дает 12. И самое главное, что подобные усложнения обычно стоили десятки тысяч. Здесь же стоимость дизайнерского продукта не превышает и тысячи долларов. Наконец, ангельские часы. Примечательно, что это как бы одна и та же компания с Phantasas, однако их механизмы швейцарские, а точнее, селитые с V200. Один из самых базовых калибров позволяет, оказывается, делать подобные сложные часы. Самая яркая из них цепная модель. И если Phantasas замахивается на урверк, то тут мы видим почти очевидную конкуренцию Фердинану Берту, полагаю. Сегодня вышло совсем быстро, но не серчайте, со временем будет дольше. И если вы решите подписаться прямо сейчас, то обязательно дождетесь этого. Всего доброго.